Всем огромный привет! Меня зовут Светлана и я рада вас видеть снова. Сегодня я представляю вашему вниманию 18 выпуск Богини Шоппинга для Бедных. Ура! Он приурочен к первому выпуску Богини Шоппинга для Бедных, который вышел 10 апреля 2019 года. И стал, знаете, таким решающим в ведении моего канала, потому что я стала развивать это направление и активно я стала его развивать, именно эту рубрику Богини Шоппинга. Последний год, даже меньше, даже полгода, я стала активно выпускать видео. Вы знаете, я храню теплые воспоминания с того времени, с того первого выпуска, когда мы вместе с вами, мои зрители, придумали это название Богини Шоппинга для Бедных. Кто не видел, пересмотрите первый выпуск, вы поймете, почему именно такое название, почему именно для бедных. Возможно, вы вообще заглянулись сюда впервые, пересмотрите, для вас будет интересно. Ну а мы начинаем, а перед просмотром попрошу вас поставить лайк этому видео. Все любители, все жители, все активные участники клуба Богини Шоппинга для Бедных, пожалуйста, поставьте лайк. Если вы смотрите весь в подписке, подпишитесь. Имеет цель 8000 подписчиков, иду к ней активно, видео выходит часто, оставайтесь со мной, как мне кажется, интересно. По правилам Богини Шоппинга у меня есть 200 гривен, чтобы собрать образ. Но сегодня выпуск у нас с вами необычный, а приурочен к первому выпуску. Я имею сумму всего лишь в 1 доллар, я немножко взяла больше, 29 гривен. Чтобы вы понимали, за эту сумму можно купить какое-то хлебобулочное изделие, будто батон, либо черный хлебушек, ну еще несколько гривен у вас останется. Так, для сравнения. А я собираюсь собрать образ, купить вещи, которые будут функциональные в гардеробе за минимальную стоимость. Поехали! Специально для своего эксперимента я выбрала день, последний день завоза в магазине Second Hand, когда цена за 1 килограмм составила 25 гривен. Я уже упоминала, что в зале стало очень сложно снимать. Я стараюсь для вас, если картинка плавает или такая себе, вы уж меня простите. Я хотела показать вам, что пустые контейнеры, но на вешалках действительно еще можно что-то найти. Именно этим мы с вами и займемся. Я перехожу к верхней одежде, чтобы посмотреть. Возможно, остатки есть какие-то. Но, честно, людей очень много и к некоторым даже не подступиться. Посмотрите, пожалуйста, на эту гору из вещей. Меня это просто не интересует, для моего образа это точно не подходит. Но хотела бы, чтобы вы это увидели. Проведу вас еще немножко по залу, и мы уже с вами встретимся в примерочной. Привет уже из примерочной. Вот столько я взяла с собой вещей в примерочную. Сейчас буду вам все показывать. Вещи разные. Есть типичные для меня, есть совершенно для меня. Несвойственные, вернее, мне. Это мой внешний вид, за который вы меня, конечно же, простите. Я очень спешила к созданию этого ролика, и мне пришлось выбежать. Совершенно не накрашено еще. У нас холодно. Первым я бы хотела показать вам вот этот жакет, принт в такую клетку. Сейчас на пике популярности, после сериала «Ход королевы». Обратите внимание, кому он подходит, потому что это все-таки портретная зона. Будьте внимательны. Это винтажный жакет бренд «Couture Velvet». Если я правильно прочла, то я, как всегда, молодец. Если нет, то простите. Лого присутствует на всей подкладке. Качество невероятное. Огромная фурнитура, массивная, металлическая. Все, как я люблю. Сейчас буду сделать для вас примерку. У меня сегодня присутствует нижний слой, поэтому жакет... Ну, посмотрим, как он сядет. Учитывайте это. Все-таки у нас прохладно. Сам жакет великолепный. Он из хлопка, и материал хорошо держит форму. И знаете, когда я смотрю на видео, я думаю, Свет, почему же ты не разделась? И даже не показала, как хорошо он держит форму. Он мне такой, знаете, по фигурке, ну, плюс еще, потому что у меня такая кофточка достаточно плотненькая, хорошая длина. Вот кому подходят эти жакеты, кто любит жакетную группу. Можно так сказать жакетную группу? Я не знаю. Напишите. Вообще, такое говорят ли? Я только что придумала. Жакеты must have в моем понимании и в моем, конечно же, стиле. Я бы такое носила с удовольствием. Уже вам такую рубашку, слэш-куртку. Она на утеплителе, в клетке. Эта линейка одна из линей H&M. Отличается своим качеством. Я когда-то смотрела передачу об этом бренде. И, честно, я очень долго думала о ней. Даже после того, как я ее оставила, если честно, в магазине. Она мне не давала покоя. Я безумно фанатела по этим рубашкам от Zara. И не знаю, правильно ли я сделала, что я ее оставила. Знаете, что меня очень сильно смутило. Смутил ее принт. Здесь хлопок. Очень приятный хлопок. Меня смутил принт и цвета. Вот этот зеленый такой, уходящий в хаки. Белая клетка. Мне кажется, это сочетание больше мужское, нежели женское. Ну, вы, пожалуйста, напишите в комментариях, как вы думаете. Еще понравилась фурнитура. У меня когда-то от этого бренда был свитшот. Очень классный, качественный тоже. Везде было лого, красивая фурнитура. Обратите внимание тоже, если будете в магазинах видеть. Состояние у нее идеальное. Действительно, просто прекрасное. Есть запасная пуговица. Все на месте. Даже катышек нет. Ну, состояние огонь, как я бы сказала. Но посмотрите на мой цвет волос в сочетании с этой рубашкой. Как вы считаете, он мне подходит или нет? Ну, делайте, конечно же, скидку, дорогие мои зрители, на то, что я сегодня не накрашена. Я была бы не я, если бы не сделала примерку вот такого прекрасного пиджака с мужского плеча в клетку бежевой, с красивой фурнитурой. Я еще пыталась убедиться, что здесь нет шерсти. Нет шерсти, он винтажный, английский, прекрасного качества. Я просто думаю, если шерстяной будет, не буду примерку брать. А хотелось такой более летний легкий вариант, чтобы сочетать его со светлыми брючками, например, с джинсами. И было бы это здорово. Мне в последнее время очень нравится сочетание джинсов. Можно средняя посадка, можно высокая. Топ. Но, знаете, мой живот еще не готов к топам. Вот будет лето, и он себе там подумает, пока еще моя фигура находится в зимне-весеннем периоде, знаете, еще в такой спячке. Но сама по самой стилистике, вы понимаете, это джинсы, топ и огромный оверсайз пиджак с мужского плеча. Желательно, если был бы какой-то принт, потому что чисто черный, он такой более официальный. А вот если принт есть, можно добавить и интересную сумочку тоже винтажную. Я обожаю свою от ГЭС. Если вы не видели видео, где я делаю распаковку, и как, и где я ее заказала, переходите по ссылочке вверху. Найдя в следующую вещь в магазине, я, дорогие мои зрители, честно вам скажу, немножко подофигела. Офигеть – это нормальное слово, можно его использовать. Все дело в том, что это американский пиджак. Пиджак made in USA. И мне такое не то чтобы крайне сложно. Я впервые нахожу вещи. Это винтаж. Ну, сразу видно, я определяю уже на глаз, знаете. У меня уже глаз просто алмаз в плане винтажных вещей. И сделан он в Америке. Фурнитура замечательная. Это такой тяжелый металл золотой, даже немножко бронзовый. Он в идеальном состоянии. Единственное, у него короткий рукав. Возможно, это мужской детский, понимаете мою логику, темно-синего цвета в составе шерсти. Он очень приятный. С розовым топом смотрится интересно и неожиданно, как для меня. Но в целом очень классная вещь. Если придумать, можно что-то сообразить. С рукавом это без проблем. Их можно и сделать короче, и сделать длиннее. Сейчас в ателье, знаете, всякие мастера есть. Мой белый костюм тому доказательство. Я его столько раз носила в ателье. И знаете что? Я уже не знаю, хочу ли я его носить. Парадоксии ситуации. Этот жакет просто жакет. Этот пиджак моя любовь. Потому что такие вещи встречаются крайне редко. Следующий. Я нашла вот такой шерстяной пиджак от Hugo Boss. Мне он очень понравился. Темно-синего цвета. Но я его примерю для вас. Не стала его покупать. Так как в выпуске богини шопинга уже был и пиджак, и он был от Hugo Boss. Я не хотела повторяться. Кстати, если вы не видели этот выпуск, там примерка просто великолепна. Я повторяю образы скандинавских блогеров. Обязательно пересмотрите. Ссылочка будет вверху. Этот же очень такой классический в моем понимании. Да, да, вы правы. Я очень люблю пиджаки. Пиджаки с мужского плеча. Мне очень нравится их носить. Возможно, кому-то не нравится. Кто-то считает, что это портит фигуру. Мне нравится. И я рада, что 2021 год позволяет так нам стилизовать наши образы, уродуя, по мнению других, наш стиль. А мне нравится любовь. Нет, ну вы посмотрите, какой он красивый. Ну посмотрите на эту подкладку. Ну посмотрите на это качество. Он же никогда и никем не носился, не эксплуатировался, не использовался и даже не стирался. Это великолепный. Ну великолепный я даже преуменьшаю. Волшебный. Волшебный пиджак с мужского плеча. Он мне очень понравился. Он шерстяной. Смотрите, как он держит форму. Посмотрите, как он сделан. Это тоже как-то случилась у меня любовь. И я поняла, вот он такой. Кстати, у меня такого никогда не было. Я делала примерку несколько раз, но все думала как-то, ну не знаю, а может не стоит. А в этом году я планирую сочетать вот такой этот пиджак с комбинациями легкими, летящими, шелковыми и с красивыми, утонченными босоножками, какими-то золотыми. В общем, девочки, мальчики, вы понимаете, стилек у меня так себе. Нетипичная находка для последнего дня и нетипичная находка для меня. Это The North Face. Женская такая на флисе кофта, спортивная. И я не знаю, почему в последний день, во второй половине дня она осталась. Конечно, есть катышки, но моя суперская машинка может с этим справиться. Они меня не смущают. Классное лого, оно женское. Не знаю, почему ее не купили. Явных дефектов, кроме нескольких катышков, я вообще не увидела. Здесь такие комбинированные текстильные материалы. Выглядит очень классно. Кстати, я проверяла и в телефоне, и на самой этой кофте, чтобы все было оригинальное. Узнала, что должна быть коллограмма. Я просто не то чтобы даже не фанат этих вещей, вернее, этого бренда. У меня никогда ничего не было. Но в последнее время, в последние полгода эта компания сделала коллаборацию с Gucci. Сделала красивые пуховики. И я просто обомлела, обалдела и влюбилась в эту фирму. Теперь мне все нравится, и хочу себе огромный дутый пуховик. Если вы знаете, где такое можно найти, в пределах пяти тысяч, потому что, честно, за облачные цены, я бы с удовольствием приобрела. Ну, она мне выглядит очень даже так стандартненько. Ничего не могу сказать, но в целом мне нравится. Покажу вам еще свою одну находку. Это такой кардиган, он очень приятный. Хлопковый. Еще мне безумно понравился его принт. Состояние идеальное, но я как-то к кардиганам стала относиться скептически. Не знаю, как-то они не приживаются в моем гардеробе. Напишите, как у вас. И мне кажется, если бы я была брюнеткой, мне бы он как-то больше подходил. Хотя в нем есть сегодня актуальный фиолетовый и зеленый. То есть это совершенно такая вещь, которую можно адаптировать и сделать своим стильным элементом. Но, повторюсь, с кардиганами я стала относиться как-то скептически и не совсем вижу их в своем стиле. Ну а теперь муки выбора. И мне нужно узнать вес каждой вещи, чтобы определиться, что мне по карману. Повторюсь, сейчас вторая половина дня уже, пока я тут съемки делала, уже за 12. И через несколько часов, через полтора часа уже закроют магазин. Поэтому все, что я смогла найти, я нашла. Давайте узнаем вес. В качестве покупки я выбрала кофту The North Face. Она в весе составила 7,45. И выбрала такой массивный пиджак с мужского плеча. Он действительно очень плотный. Его вес по цене составил 17,65. Перед тем, как уйти из магазина, я нашла отдел люкс. И в этом отделе люкс, в который я настолько редко заглядываю, вы бы это знали, я нашла вот такой костюм. Это не просто костюм, это костюм от бренда The Dick Voltaire. И он такой восхитительный. Но есть один минус, он XS. Я прям очень пожалела. Состоит он из такого жилета и юбки в клетку. Ну что ж, покупки сделаны. Я вернулась еще за одной вещью в пакете. Три вещи, и сейчас я вам все покажу. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, что же я купила. Я все постирала, знаете, сделала себе такую домашнюю химчистку и готова вам продемонстрировать образы. Но для начала, этот винтажный пиджак Made in USA, очень красивый винтажный. И в выборе одежды, которую я вам показываю, я себе не изменяю. Это мой стиль, мой вкус и, конечно же, будет моя стилизация. Потому что в последнем выпуске, когда я показывала старомодный жакет и стилизовала его, многие меня критиковали. Но для начала, я всем так советую, не только в сфере YouTube, в сфере потребления. Для того, чтобы критиковать, нужно для начала что-то создать. И мой пример, это всего лишь мой пример. Относитесь проще как-то, с юмором. И берите из этого либо хорошее настроение, либо полезные советы. Вот так выглядит этот винтажный американский пиджак. С его красивой, выразительной золотой фурнитурой. Образ самой банальной. Балетки Балли. Светлые джинсы, самые обычные мои. Уже сезон в сезон их использую. Белая футболка. И, собственно говоря, пиджак. Что еще нужно? Очень банальный и простой образ. Следующий это такой спортивный элемент гардероба. Я только что рассказывала о том, что я не изменяю в себе. Но я нашла вот такую спортивную кофту. Такой спортивный элемент гардероба совсем не присущ. Мне вообще совсем не характерен для моего стиля. Это The North Face. Такая кофта. Я, кстати, думала она мужская. Но здесь указано, что это Women's. И, в принципе, я готова показывать вам образы. Но покажу вам еще одну свою покупку. Это в моем стиле. Я, наверное, когда делала примерку, все понимали, что я его куплю. Это такой пиджак с мужского плеча, с мужского отдела. Ну что ж тут сказать. Шерстяной. Он имеет красивую фурнитуру. Я покажу вам вообще образы. Я хотела очень там какие-то сложные образы показывать. А потом подумала. Покажу-ка я, как вот в действительности я бы могла носить. Как я с удовольствием бы эксплуатировала эти вещи. И вообще сама цель богини шоппинга для бедных – это показать, как вещи из магазина Second Hand можно вторично использовать, можно функционально использовать, функционально внедрять в свой гардероб. Стилизация в моем стиле. Я к этой флисовой кофте добавляю золотые массивные серьги. И обратите внимание, как видно, что у меня собака. Я только на камере это вижу, что я вся в своем дукалисе. Если вы скучаете по дукалису, обязательно напишите об этом в комментариях. Золотые серьги я использую как акцент, чтобы немножко разбавить спортивный стиль. Образ очень простой. Сегодня все образы будут просты. Это белые свободные брючки, кеды от Nike, которые мне подарил Сава на 14 февраля. Я их обожаю, ко всему подходит. Кто не видел этот влог, для вас подсказочка вверху. Еще я добавляю к этому образу акцентную винтажную сумочку. Кожа и леопард делают свое еще в сочетании с красной помадой. Но здесь есть бежевый цвет. Как я хочу продлить, вернее, чем я хочу продлить этот цвет в своем образе? Я использую вот такую шелковую резинку. Она как раз в цвет бежевых вставок. Мне очень нравится так, знаете, винтажненько выглядит, как из 90-х. Давайте все вместе отдельный привет передадим моему колористу, который сделал мне замечательное окрашивание. Кстати, о функциональном внедрении в свой гардероб вещей. Винтаж, секонд-хенд. Если вам такая тема близка, вы любите мою стилизацию, вам нравится, как я комбинирую вещи, обязательно загляните на мою страничку в Инстаграм. Там я продаю очень красивые, уникальные вещи. Посмотрите, покупайте. Доставка по всему миру, обратите внимание. Покажу вам еще одну стилизацию. Я не стала показывать вам еще раз пиджаки, белую футболку. Я хотела показать, как такой спортивный элемент гардероба, как эта флисовая кофта, я буду сочетать с пиджаком, вот тем шерстяным, который я купила в этом выпуске. За счет того, что он черный, нейтральный, с нейтральной фурнитурой он будет ко всему подходить. Мне очень нравится не только носить худи и пиджак, свитшот и пиджак, а еще и такие флисовые, прям вот откровенно спортивные кофты. Есть еще такие с горлом, как лыжные. Они тоже выглядят очень здорово. Здесь акцент в виде красивой леопардовой сумки и золотые сережки. Золото, как акцент, ведь все очень и очень нейтральное. Хочу показать вам еще один прием, который я часто использую в своих образах. Это поддержание цвета. Если с бежевым мы с вами уже разобрались, есть еще темно-синий, который у нас тоже присутствует. Я его хочу подчеркнуть и вытянуть с помощью своей новой кепки от Рибок. Я ее только сегодня купила, не сняла еще с нее этикетки, потому что у меня идет спорный момент с моим мужем, кто же будет ее носить. В общем, не знаю. Возможно, я ему подарю, возможно, я ее оставлю, а возможно, так как она унисекс, будем носить ее вместе. Смотрите, как красиво выглядит, еще с красной помадой. То есть, как я вообще играю в образах. Я вывожу тот цвет, который мне нравится. И чаще всего я одним цветом перебиваю второй цвет. В общем, я так и объясняю. Ну, вы все сами видите. Мне безумно нравится эта кепка. Да, кстати, видно, что она новая. Знаете, будто я хвастаюсь перед вами. Нет, просто все очень спонтанно, очень быстро. Я не люблю, когда вы долго ждете видео. А еще я хочу распустить волосы и снова передать привет человеку, который сумел сделать такое красивое окрашивание в воне и такой благородный и восхитительный цвет волос. Передаю привет. И помните, что я обещала вам видео не только про Дукалиса, но еще и про свои волосы. И сегодняшнее окрашивание, которое вы видите, я тоже записала на камеру. Прямо немножко этапов для вас. Прямо немножко этапов для вас. Всем огромное спасибо за ваш просмотр, за ваши лайки и комментарии. Я говорю вам до скорой. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok